Приветствую! Это Сэппент и 20-я юбилейная серия путеводителя. Правда, несмотря на то, что она юбилейная, ничего особо праздничного в ней не будет. В ней будут лихорадочные попытки срочно наладить нефтепереработку, потому что заброшенный в эту систему всего лишь стэк Redstone руды привел к полному опустошению моих запасов топлива. Какое-то его количество все еще в дизель-генераторах есть, батарейки все еще полные, но весь крафт я отключил на этапе промывки руды, и полуфабрикатов у меня целый сундук, как видим. То есть, в общем, в целом это еще надолго, и это еще много потребует ресурсов. Я тут повыкачивал, скажем так, ближайшие месторождения нефти, у меня получилось почти что три бочки, и, кстати, пожалел, что не помечал метками все найденные, потому что где-то наверняка они еще есть, но где конкретно я сейчас не вспомню. В общем, ближайшая задача это наладить нефтепереработку. Наладить нефтепереработку таким образом, чтобы она, ну, как минимум, успевала за моим потреблением этого дела. И, наверное, налаживать я ее буду на этом этаже, во-первых, потому что здесь, кстати, может быть даже, может быть даже сделать... Хм, странно, почему-то не полно... А, заполняешься, все нормально. Может быть даже провести воду непосредственно сюда трубой, а не носить бочками, ну, так, чтобы меньше совершать каких-то ручных операций, и в таком случае, может быть, даже и непосредственно топливо тоже подавать вниз трубой, хотя бочку в качестве буфера все же, мне кажется, оставить стоит. Ну, так вот, нужно подумать, придумать и собрать какую-то схему, которая будет производить топливо из нефти, питаться, соответственно, скорее всего, паром, ну, и как-нибудь автоматически работать по возможности. Я, правда, в некоторых сомнениях, сделать ли это здесь, или все же вынести туда вот, вот повыше, повыше, повыше сюда. Но отсюда будет крайне неудобно тянуть коммуникации. Разве что вот эти все, оу, еще и печки остановили... Господи. Да, все встало, остановилось, вообще нужно срочно зарядить. Ну, хотя, с другой стороны, раз уж они остановились, может быть, это и повод перенести их всех еще выше, и тогда здесь я смогу спокойно на всех этих площадях развернуться, сделать линию по, соответственно, то есть сделать там мега-бойлерную, тут поставить рефайналку, а вниз уже гнать готовое топливо. Как-то так, мыслей много, сейчас подумаю, что из них в каком порядке и каким образом реализовывать, а потом покажу, что вышло. А вышло примерно следующее. Все же тащить на следующий этаж, все это оказалось излишним, и так все довольно компактно можно разместить. Значит, что где. Помпа с водой все еще на своем месте. По этой трубе повода попадает в два бойлера. Они инвентарикабелем подключены к вот этому инвентарименеджеру. Пар выплевывают назад в трубу, по которой через буферную бочку пар попадает в индустриал стим-энжин. И далее, вот по этой магистрали, как нефть из этой бочки, так и энергия попадают в рефайналку, которая, соответственно, вниз отдает топливо. Вот в эту буферную бочку. И плюс еще оттуда отдельно подведена линия в бочку для воды. Ну, хотя на самом деле саму бочку с водой я, скорее всего, оттуда уберу. Я просто подожду, пока она опустеет, после чего соединю вот эти две трубы. И, соответственно, здесь сундук для топлива, чаркола и пепла. Ну, и простейшая программа, которая у нас делает что? Во-первых, она забирает все из бойлеров и выкидывает в сундук. Ну, все в нашем случае пепел. Во-вторых, она берет из сундука все, что угодно, крафтит из него, собирая Tiny Pile of Ashes в целую кучку пепла. И выкладывает обратно в сундук, уже с фильтром выкладывать только это дело. Ну, и третьей веткой мы, соответственно, берем из сундука все, что угодно, но при этом кладем в бойлеры конкретно чаркол в количестве не более пяти штук. Вот как-то так. И делаем все это дело каждые 10 секунд. Ну, даже этого на самом деле много. Тут вполне можно ставить секунд там 20 или 30, без разницы. Но я к тому, что вовсе незачем напрягать что компьютер, что сервер. Проверка этого алгоритма каждую секунду. Тут торопиться совершенно некуда. Ну, что ж. Подаем воду. Так. Бойлеры резвенько заполняются. Хорошо. Далее подбрасываем топливо. Включаем подачу нефти. Так. Рефайнелка заполняется. Ну, и включаем программу. Так. Бойлеры заработали. Так. Единственный момент. Единственный момент. Здесь вот мне нужно... И у меня есть уже бочка с паром. Поэтому я думаю, ее-то сейчас туда и поставить. Вместо этой пустой. Вот. Это перед демонтажом бойлерной я, в общем, туда утилизировал лишний пар. Ну, что ж. Устанавливаем. И, соответственно, включаем из нее экстракт. Безусловный. Так. Дергаем рычаг. И Steam Engine постепенно начинает разогреваться. Кстати говоря, Industrial Steam Engine устроен совершенно замечательным образом. В чем это проявляется? Если пара ему подавать не столько, сколько ему нужно, по-моему, 40 милибакетов за тик, а всего лишь 30, как могут вырабатывать эти два бойлера, то он и отдавать будет вместо 80 RF за тик 60. То есть пропорционально поступающему пару. В общем, отличный двигатель. Настоятельно рекомендую. Какое-то время, разумеется, пройдет, прежде чем все это дело нагреется и заработает на полную мощность. Количество пара, соответственно, здесь постепенно уменьшится до нуля, поскольку производство у меня при максимально горячих бойлерах 30 милибакетов пара за тик, а потребление, может быть, 40. Ну, и, соответственно, нужно следить за тем, чтобы здесь всегда хватало чаркола, но это небольшая проблема, учитывая, с какой скоростью растут деревья. Я надеюсь, что производительности этой системы хватит для того, чтобы бесперебойно питать топливом вот эту линию переработки. Но, разумеется, я позволю ей какое-то время накопить какой-то буфер, после чего включу ее снова и посмотрим, что у нас из всего этого выйдет. А, ну и еще мне тут пришлось поменять местами Форджхаммер и Орвошинг Плент, потому что воду именно из этого угла получалось спускать. Как-то так. Сейчас я пойду озабочусь углем, ну и подожду, пока все нагреется. Так, ну что же, все нагрелось, бойлеры горячие, топлива у них достаточно, пар в бочке закончился. Соответственно, двигатель потребляет ровно столько, сколько производит и вырабатывает свои 60 РФ за тик. Нефть еще навалом, рефарнилка работает. Тут, соответственно, все генераторы, трубы и бочка топливом заполнены. Ну и систему можно включать. Посмотрим, что получится. И вот центрифуга циртермальная работает. Орвошинг Плент, соответственно, работает. Ну и давайте смотреть, что у нас при этом происходит с топливом. Хм. Как видим, хоть и неторопливо, но все же количество топлива в бочке уменьшается. То есть производится оно сейчас медленнее, чем потребляется. И это совсем нехорошо, потому что какую-то часть топлива мне еще нужно в нижнюю мастерскую бы перенаправлять, дабы там тоже запас какой-то был. А значит, нужно что-то с этим делать. И над этим точно стоит хорошенько подумать. Размышления привели меня к таким выводам. Во-первых, если посмотреть в рецептах рефарнилки, то видно, что для переработки нефти в топливо нам нужно в идеале 120 РФ за тик. А сейчас у нас вырабатывается всего лишь 60. То есть, в принципе, производить топливо мы можем вдвое быстрее. Но для этого мне понадобится, как минимум, на полную мощность запитать Industrial Steam Engine и, наверное, к нему добавить еще один, какой там есть предыдущий, Commercial Steam Engine. Они как раз в сумме будут вырабатывать 120 РФ за тик. 80 плюс 40. Но для этого мне нужно вырабатывать пар со скоростью 60 милибакетов за тик. А с этим у меня могут справиться 4 High Pressure Coal Boiler вместо двух. Соответственно, мне нужно добавить бойлеров, добавить двигатель, как-то это все перекомпоновать. И, может быть, конкретно вот эту вот конструкцию вынести этажом выше, потому что здесь, в принципе, где-то можно под нее найти место. Где-нибудь здесь, например. Или, может быть, High Oven перенести. Все равно она прямо сейчас не работает. И как-то так. Подумаю, сделаю и покажу, что вышло. Пока рефайнерка перерабатывает тот запас нефти, который в нее загружен, и выгрузить его невозможно, я решил сходить выкачать еще парочку месторождений этой самой нефти. Я не помню, показывал или нет, каким образом я это делаю, поэтому бегло и вкратце. Это, собственно, помпа. На дне еще рвались генератор, который используется, в общем-то, как батарейка, потому что у него достаточно большой внутренний буфер, и этого реально намного хватает. Ну и одна или две бочки по бокам, которые довольно бодренько заполняются. А, ну конкретно сейчас, видимо, да, сейчас труба опускается дальше. Так. Бочка. Во, пошла заполняться. Как видим, довольно бодренько, действительно, где-то, может быть, раз в секунду по ведру добавляется. Ну и пока это все происходит, вот, кстати говоря, обратите внимание, это все кварцит. Это все кварцит, который несколькими сериями раньше я так долго и тщательно искал. А находится это все в общем целом ровно же вот под рекой в мега-каньоне весьма недалеко от дома. А находил кварцит я где-то аж где? Где-то здесь, кажется. Ну ладно, не суть. Это все лирические отступления. Пока там все это дело происходит, я бы немного покопал тут ресурсов. Как видите, тут навалом. Здесь гора железа, а вон там чуть дальше редстоун. редстоун. Много редстоуна. Ну и рубины тоже. Как-то так. В общем, пусть пока выкачивается, а там посмотрим. Ну что ж, озеро почти полностью выкачано. Одна бочка полная, вторая почти полная, но на самом деле была еще и третья, совсем полная, которую я с этого озера выкачал. Внизу, правда, осталась небольшая лужица, но с ней уже нужно будет поступить немножко. Кстати, обратите внимание, сколько осталось энергии в генераторе. Ну, где-то половина. То есть на две бочки, на четыре бочки полного заряда вполне хватает. Снизу, я думаю, нужно поставить освещение, пока тут никто не наспаунился. Так, где-нибудь... Хотя нет, кто-то, видимо, уже наспаунился. По крайней мере, я кого-то слышу. Так, но это явно не здесь. Хм... Так, ну вот, значит, что с этим делать? Просто-напросто надо брать с собой ведро. Изначально предугадать, где именно будет середина и, соответственно, самая глубокая точка озера нефти, сложно, а дочерпать пять ведер руками вообще небольшая проблема. Так. Сверху вроде бы никого. Тут у меня все освещено почти. Совсем все освещено. Так. Кажется, мне нужен какой-то способ подниматься. Чуть более удобный, чем сейчас. Так, видерс. Отдай какой-нибудь коблы. Ага. Причем, чем выше я поднимаюсь, тем тише звуки. То есть это где-то снизу. Давайте посмотрим, что там вообще такое. Так, мне здесь понадобятся факелы. Молот уже не нужен. Так. Кобла. Это то, что я думаю. Похоже на то. Да, это сокровищница. Хм. Так, слайм. Ты мне тут сейчас не в тему вообще. Так. И что мы будем с вами делать по этому поводу? Они что, не могут запомнить, правда? Правда. Устроим вам геноцид. Да. Берн. Берн все. Так, добавил освещение слегка внутрь. Да, и вон он, спаунер. Жаль, что у меня нет с собой моей кирки с силк-тачем. Но я думаю, что я смогу его осветить как-нибудь аккуратненько. Так. Ух ты, ух ты. Такие страшные зомби. Так, да. Спаунер, надеюсь, выключен. И там еще гора слаймов. Так. Гора слаймов. Это, в принципе, легко устранимо. Все. Тишина. На всякий пожарный случай давайте осветим спаунер как следует. Со всех сторон. Во избежание, так сказать. Неприятных сюрпризов. Ага. Отсюда не достаю. А вот отсюда достаю. Ну, вроде бы безопасно. По крайней мере, за это время никто не наспаунился. А значит, можно спускаться. Так, я бы сразу же поставил освещение в ближайших окрестностях. Ну, так. Чтоб никто в гости не приперся. Все-таки безопасность, мне кажется, это то, о чем стоит заботиться в первую очередь при любых... Ну, вообще при любых условиях. Так, это мы все подобрали. Место в инвентаре еще есть. Это все на переплавку. Печеньки бесполезности, скорее всего. Что у нас в сундуках? Так, желтый гранат. Пластинки. Медь, олово, серебро. Немножко темной стали. Клейпаттерн стэмп. Ну, учитывая мод, из которого это, наверное, полезность этого крайне мала. Но какое-то место у меня с собой есть, поэтому позабираю хотя бы что-то нужное. Пластинки и это я оставлю здесь. Тут у нас что? Так, эндерперл, копертин, хромдаст, красный гранат, просто сталь. кондуит проб. Это, похоже, какой-то измеритель из эндер.ио. Я думаю, пригодится. Как-то так. Но сундук можно оставить. Сюда, я думаю, можно поставить метку. Хотя нет, зачем все оставить метку? Хотя нет, давайте поставим, потому что у меня здесь была метка по поводу нефти. Вот ее можно удалить. Нефти здесь больше нет. А здесь у нас будет зомби-спаунер. Я, возможно, написал с ошибками. Точно с ошибками. Ну ладно, исправлю потом. Так, я надеюсь, что рефайналка моя к этому времени уже закончила и к ней можно возвращаться. Заодно проверим, опомню ли я обратную дорогу. Так. Так, здесь было... Вот такого вот по объему озера нефти хватает почти что на три бочки. То есть достаточно хороший, в общем-то, объем получается. Так, тут было немного железа выкопано. Кстати говоря, если вы в комментариях как-то отпишетесь на тему концентрации, скажем, индустриалки и каких-то вот таких условно экшеновых эпизодов в моих видео, то я вполне возможно смогу определенным образом варьировать их содержание. Возможно, голый и постоянный крафт чего-либо, расчет, компоновка и так далее не слишком интересно, когда весь контент состоит только из них. Ура! Я дома. Путь весьма извилистый, замысловат. Оу! Как удачно, что я дома. Кажется, кто-то там еще хотел от меня что-то. Тут, похоже, целая делегация по встрече, но что-то мне не хочется с ними встречаться ни разу. Ну что ж, сейчас я разгружусь. Как там рефайнелка, кстати? Просто интересно проверить. Да, опустело. Ага, я, кажется, забыл отключить. Да, я забыл отключить бойлеры. И они все это время работали в холостую. Ну ладно, не страшно. Так, ну все, сейчас разгружусь и продолжим. Так, ну, получается приблизительно следующее. Во-первых, я все-таки унес на следующий этаж помпу для воды. Вот теперь она располагается здесь, никому не мешает, вполне себе работает и снабжает водой все, что нужно. Далее. Соответственно, тут у меня располагаются четыре бойлера, которые по центру запитаны водой, которая там, кстати, дальше еще может вниз уходить. Соответственно, в этом углу и в этом из них планируется извлекать пар. Пар у нас затем попадает вот эти два двигателя Отил Индастриал, второй Коммершал Стим Энжин. В сумме они должны как раз-таки утилизировать весь поступающий пар и вырабатывать 120 РФ за тик, которые по этому комбинированному кабелю будут попадать в рефанилку вместе с сырой нефтью. А, соответственно, готовое топливо планируется выплевывать из нее. Тут снизу, правда, опять в очередной раз пришлось передоставлять местами Орвашингленд Форджхаммер, поскольку вода теперь будет подаваться отсюда, но вот как только эта бочка опустеет, я сразу же протяну по другому линию и, соответственно, эту бочку под топливо как буфер перейдется переставить вот сюда. Ну, не думаю, что это большая проблема, просто вот некоторые нюансы. Осталось сделать что? Осталось перенести сюда инвентаре кабели, да и, возможно, сам инвентаре менеджер, может быть, эти колл-бойлеры к инвентаре кабелю, ну и, к сожалению, нет никакой возможности сохранять созданные программы, или если она есть, но мне неизвестно, то с удовольствием прочитаю об этом в комментариях при демонтаже блоков и установке их заново, поэтому их придется сделать снова, но, так или иначе, это не сильно сложно, и сейчас я все это дело проделаю. Ну что ж, все готово, программа аналогичная сделана, водой они заправлены, чаркол в сундуке есть, и вообще я решил, что инвентаре менеджера нужно ставить по центру помещения, тогда меньше вероятность того, что его придется куда-то двигать, ну, потому что одну и ту же программу делать по нескольку раз не совсем интересно. Соответственно, бойлеры я включаю, они, соответственно, будут греться, где-то там через 10 секунд, ну и по традиции у меня есть бочка с паром, которую я могу поставить и заставить двигатели работать прямо сейчас. Допустим, вот сюда я тебя поставлю, здесь мы к тебе подключение выключим, а здесь настроим извлечение. Так, ну и тут включим наполняться рефайнелку нефтью и дернем оба рычага. и это мерное шипение. Ну, когда надоест, поставим мафлер, а поначалу оно очень успокаивает, медитационное такое. Так, и я, соответственно, включил линию переработки, она опустошила мне бочку. так, этот, кажется, уже тоже можно демонтировать кусок трубы. Ну, а значит, как только опустеет эта бочка с водой и еще одна запасная бочка с водой, тогда я подключу напрямую подачу воды сюда сверху, хотя, может быть, какая-то бровожиточная бочка и не повредит. Ну, что ж, осталось дождаться, когда двигатели разогреются на полную катушку, будут вырабатывать свои 120 РФ за тик, рефайнелка будет работать на полную мощность, ну, и пар из этой бочки, я надеюсь, так или иначе израсходуется, потому что иначе, хотя нет, перестало расходоваться, ну, значит, это будет простенький буфер. Допустим, если вдруг у меня закончится уголь в сундуке или что-то еще. Так, пока все это происходит, еще одну вещь нужно сделать. У меня вот в этом сундуке накапливается довольно много стоундаста, который мне так, если по-честному, нафиг не сдался. И для того, чтобы его утилизировать, спасибо напоминанию одного из зрителей, есть замечательная штука. Мусорка. Самая обыкновенная мусорка делается элементарно, из сундука кобла и камня. Давайте сделаем. Кстати, я еще заказал пару мафлеров, я думаю, их стоит установить в наиболее дребезжащие, шумящие машинки, например, Форджхаммеру, она явно пригодится, дабы не стучал так громко. Так, еще один запасной пусть будет, значит, мне нужна мусорка. так, сундук есть, кобла есть, стон есть, отлично. Так, мне не нужно больше вот это дерево, вот это дерево, и мне пригодится парочка каверов. Для чего они мне пригодятся? мусорка такая штука, в которую можно, в принципе, что-то выбросить даже случайно. Вот, дабы этого было сделать невозможно или очень сложно, я поставлю ее куда-нибудь подальше, подальше, и закрою от греха подальше с обоих сторон каверами, и сверху, и снизу. То есть, она у меня будет только для, скажем, только для Steve Factory Manager, только программно доступна. Значит, что мы будем делать? какая мне нужна программа? Берем, для примера, один кусочек Stone Dust, где-нибудь здесь, где-нибудь здесь вот, что он делает? Что ты делаешь? Ты забираешь... А, он... Черкова. А, да, я сделал еще одну программу для прожарки черкова. Ну, так, на всякий случай. Значит, давайте сюда же это дело и добавим, потому что Stone Dust может образовываться, кстати, тайминги, 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 да, 10 секунд, нормально. Значит, Stone Dust может образовываться не только в результате переработки Redstone, а в результате чего угодно. Я думаю, тут можно и 60 секунд нарисовать. Соответственно, input мы берем из промежуточного вот этого сундука только конкретно Stone Dust вот в любых количествах и отправляем это дело в мусорку. Подключили, настроили и через какое-то время, соответственно, весь Stone Dust, что валяется в этом сундуке, отсюда благополучно исчезнет. Ну, заглянем через какое-то время. Так, давайте смотреть, что у нас тут начинает получаться. Ага, ну, по-моему, они нагрелись. По-моему, они нагрелись. 80, 40, пара в системе достаточно, бочка стабильна. Может, конечно, стоило поставить ее в разрыв где-то, чтобы она была именно буфером. А так она некая, скажем, аварийная емкость. Ну что ж, и рефайнилка похоже, что работает. Кстати, давайте попробуем воспользоваться каким-то кондуит аналайзером. А вот кондуит проб, который достали из сокровищницы. Может быть, он сможет мне показать, что тут происходит сейчас у нас в этих трубах, например. Как ты работаешь? Так. И что мы тут видим? Так, 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 так. Капаситор банк сторидж ноль. Тихо-тихо, не исчезай. надпись. Так, машин буфер 440 из 1000, EURG output over 91, 91, почему 91? Должно быть вроде бы 120, не? Тут 91, тут 95, тут ничего не видно. 99. Ага, похоже, оно как-то не совсем стабильно работает. Или его можно в какой-то другой режим переключить, или я не знаю, но в общем, как-то она неоднозначные цифры показывает. Но, если верить вот этим, то все должно быть хорошо. И, вроде как, рефайнелка, хотя нет, они еще не до конца разогнались. Они еще не до конца разогнались. Вот оно в чем дело. И, видимо, какое-то время ему еще, да, вот пока внутренний буфер как бы накапливается, он, соответственно, будет еще разгоняться. Так, ну ладно, дождемся этого. Вот теперь они точно разогрились. Как это проверить? А, их внутренний буфер перестал заполняться. Он держится на какой-то фиксированной отметке и больше не растет. Что здесь? Что здесь? И вот при этом все верно, кондуит проб показывает в среднем 120 РФ затик. Когда-то побольше, когда-то поменьше. В смысле, ну да, затик. Где-то 124, где-то 113, где-то 125, где-то 118. Ну, в общем, в среднем 120 есть. И смотрим, что у нас при этом происходит с топливом. И топливо при этом растет. Количество топлива в бочке. Соответственно, здесь вся машинерия работает. Пошинг-плэнд работает, форш-хаммер работает, только его не слышно. На нем тоже стоит мафлер. Ну, и еще у меня работает печка, которая пережигает дерево в чаркол для того, чтобы кто помнит, что такое дыхание дракона, поставьте лайк. В общем, для того, чтобы кормить этих шипящих монстриков. Ам, паром-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, и соответственно, какой-то излишек топлива я смогу пустить в эту мастерскую просто-напросто, скажем, где-нибудь здесь вот трубой уйдя в пол потолок и соответственно где-нибудь отсюда вот я выйду, да, ну и здесь небольшим зиг-зугом попаду в сам генератор. Может быть через временную буферную бочку, может быть без нее, но так или иначе сейчас топливный кризис преодолен, линия работает, понятное дело предстоит очень много работы по программированию ее на переработку всякой прочей руды, окроме редстоуна, но тем не менее это уже отдельная задача. А пока что у меня на этом все, надеюсь вам было интересно, всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok